Михаил Абызов может выйти из СИЗО. Экспертиза Минюста не смогла подтвердить ущерба в деле экс-министра. Каковы шансы на смягчение меры пресечения? Михаил Абызов может выйти из СИЗО. Как стало известно Бизнес.ФМ, финансово-экономическая экспертиза Минюста не подтвердила установленный следствием ущерб в 4 миллиарда рублей, на чем настаивают следствие. Эксперты не смогли подсчитать стоимость акций сибирской энергетической компании и компании региональной электрической сети. В деле просто не оказалось необходимых документов. Этот козырь защиты может существенно повлиять на дело, говорит обозреватель Бизнес.ФМ Мария Локотецкая. Источник, хорошо известный с ходом следствия, на условиях анонимности, рассказал мне, что у защиты Михаила Абызова, по сути, появился козырь. Финансово-экономическая экспертиза, которую проводил Минюст, не подтвердила установленный следствием ущерб в 4 миллиарда рублей. Экспертиза пришла к выводу, что ущерб по делу установить не представляется возможным. По словам моего информатора, написано в документах. Это может существенным образом сказаться на судьбе Михаила Абызова и еще четверых его предполагаемых соучастников, которым 24 марта Мосгорсуд будет решать, продлять срок ареста свыше года или нет. Если Мосгорсуд все же пойдет на какие-то послабления и освободит Михаила Абызова из СИЗО, там он уже находится почти год, изменит ему меру пресечения хотя бы на домашний арест, о котором неоднократно просили защитники, то это станет хорошим подарком ему в преддверии свадьбы. 25 марта у него запланировано бракосочетание СИЗО Лефортова с его гражданской супругой Валентиной Григорьевой. Это бывшая стюардесса, с которой он уже вместе несколько лет, у них есть совместный ребенок. Она неизменно приходит на все заседания судов по вопросу продления или возможности изменения меры пресечения Абызову. Вот посмотрим, чем дело закончится 24 марта. Мария Локотецкая, каковы шансы на смягчение меры пресечения и смогут ли новые обстоятельства повлиять на предстоящие решения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Соколов Трусов и партнеры Федор Трусов. Бесспорно это повлияет, если материалы по этой экспертизе будут предоставлены в суд при рассмотрении вопроса продления с краж. Судья любой учитывает, что если дело, что называется, сыпется, ну, конечно, держать человека дальше в СИЗО становится, скажем так, не очень комильфо. Примеров масса мы можем посмотреть, что очень многие дела, перед тем, как они тщательно разварятся, проходят стадию домашнего ареста. Я почти не сомневаюсь, что в основе дела Абызова лежат какие-то другие бизнес-интересы, как господина Абызова. Скорее всего, да, что-то кто-то с кем-то не поделился. Очень на то похоже. Потому что, как правило, если в отношении человека в таком уровне начинается взрывное преследование, в России, как правило, означает, что есть какие-то иные вопросы. Федор Трусов, экс-министра Михаила Абызова обвиняет по нескольким тяжким статьям. Создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и других. Несмотря на то, что формально заседание является открытым, попасть на слушание о мире пресечения на следующей неделе смогут только участники процесса. В связи с коронавирусом до 10 апреля все российские суды перешли на ограниченный режим работы. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Михаила Абызову. Это почти через год после ареста экс-министра. Как сообщает ТАСС, неизвестный якобы сбыл Абызову менее грамма каннабиса, как это комментирует адвокат экс-министра. Почти через год после ареста Михаила Абызова было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылка на источник в правоохранительных органах. Неизвестный сбыл Абызову менее грамма каннабиса, который он охранил без цели сбыта в квартире. В первом обыденском переулке, пояснил собеседник агентства, он уточнил, что дело возбуждено именно по факту сбыта наркотического вещества, а не в отношении Абызова. Вот как прокомментировал это адвокат экс-министра Александр Аснис. А о том, что возбуждено некое уголовное дело по наркотикам, связанное с Абызовым, адвокаты Абызова узнали сегодня в утром из СМИ. Где возбуждено такое уголовное дело, я имею в виду, в каком органе предварительного следствия, если оно вообще возбуждено, нам неизвестно. При этом в публикациях идет речь о том, что оно возбуждено по факту продажи неким неустановленным лицом Абызову наркотического средства. То есть речь идет о возбуждении уголовного дела в отношении некого лица, которое нарушило уголовный закон и Абызову что-то продало. Я хочу напомнить, что вопрос об этом наркотике, или об этом большом количестве наркотического вещества, возник при аресте Абызова еще почти год назад. Следственный заявлял, что в квартире у Абызова найдены наркотики. Я тогда уже пояснял и поясняю сейчас, что в квартирах было найдено незначительное количество 0,8 грамм, если я не ошибаюсь, наркотического вещества. Она Абызова на правильную собственность не принадлежала и лично Абызовом не арендовалась. Александра Аснис. Михаила Абызова задержали в марте прошлого года по обвинению в Организации преступного сообщества особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Незаконная предпринимательская деятельность с получением незаконного дохода в 32 миллиарда рублей. Легализация преступных доходов сама Абыза в вину не признает. Ранее на этой неделе Мосгорсуд признал на законном продлении ареста Михаила Абызова до 26 марта жалоба его защиты на постановление Басманного суда была отклонена. В налоговой США появились претензии к Олегу Тинькову, которая до 2013 года была американским гражданином. Служба инициировала судебные слушания в Лондоне, где основатель Тиньков Банка примет участие как частное лицо. Чем могут быть связаны претензии США и могут ли они повлиять на его бизнес в России? В налоговой США остались претензии к Олегу Тинькову, который до 2013 года был американским гражданином. Служба инициировала судебные слушания в Лондоне, в которых основатель Тиньков Банка примет участие как частное лицо, а пройдут они с февраля по апрель. Вот что Бизнес ФМ сообщили в пресс-службе ТСС Групп. Олег Тиньков участвует в судебном слушании в качестве частного лица. Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в группу Тиньков. Это Тиньков Банк, Тиньков Страхов, Тиньков Мобайл, Тиньков Образование и другие. Мы со своей стороны самостоятельно сообщили информацию об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных американским ведомством, для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании, которая листингована в Лондоне и в Москве. Олег Тиньков уверен в регулировании дела. Кратчайшие сроки добавили в группе Тиньков. Бизнесмен не только жил в США, но и вел там бизнес. В США Олег Тиньков проживал во время обучения в Калифорнийском университете в Беркли. Он прошел полугодовую программу по маркетингу в 1999 году. Спустя несколько лет бизнесмен вышел на рынок с пивоваренной компанией Тиньков. Об американском этапе своей жизни Олег Тиньков писал в своей автобиографии «Я такой, как все» в 2010 году. Приведем некоторые цитаты «Америка – страна с самой большой конкуренцией. Это единственная страна, где бизнес возведен в ранг науки. Делать бизнес в Америке оказалось сложно. Я в этом еще раз на собственной шкоре убедился, когда продавал в США пиво Тиньков. Для американского рынка я заменил FF на V, ведь фамилии с двойным F воспринимаются американцами как немецкие, а не как русские. Разливали пиво позади нашего ресторана в Питере, а продавали в сетевых магазинах Калифорнии. И уже тогда я понял, что это очень сложный рынок». Олег Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году и окончательно переехал в Россию, где продолжил развивать свой банк. О том, с чем могут быть связаны претензии американских налоговиков к Тинькову и может ли она повлиять на его бизнес в России, рассуждает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Сауляк. Так как конкретики нет, а речь идет все-таки о налоговом управлении, то есть, видимо, дело касается налогов и налогов, очевидно, американских, то здесь у нас предположения может быть два. Если Тиньков действительно сдал свой паспорт, то есть не просто уехал из США, а его сдал все как положено, по американским законам необходимо платить или определенное количество лет после этого налоги в дальнейшем продолжать, как будто вы налоговым резидентом являетесь, или единоразовый налог заплатить, так называемый, на прирост активов. То есть за то время, когда вы граждане в США были, соответственно, на дату начала и на дату выхода из гражданства считаются ваши активы все. Если они выросли в цене, соответственно, считается прирост капитала, и с этого капитала вы должны заплатить налог. Я, с одной стороны, думаю, что возможно, Тиньков это все сделал, но так называемый обходной лист подписан не был, то есть не было согласований со стороны американцев с налоговым органом, что у них претензий нет, вот они сейчас, в том числе, возможно, за это время накопилось достаточно много штрафов, посчитали нужен ему о себе напомнить. Замеет ли право налоговая служба США как-то повлиять на активы бизнеса Тинькова в России? Налоговая служба США – это все-таки не США, и тем более не суд. Поэтому сама по себе налоговая служба теоретически, если даже что-то там пришлет, будь то претензию в наши суды, соответственно, в наш ЦБ или в наш ФМС, но это прямо, скажем, ни для кого не авторитет. Я думаю, ей, конечно, не составить никакого труда свои претензии подтвердить в американском суде и Тинькова с этим решением гонять абсолютно по всему миру. И здесь не надо думать, что он спрятался в России, и, соответственно, американский суд нам не указ. Как мы помним, его бумаги торгуются на лондонской бирже, и, видимо, как только такое решение появится, акция валится как минимум пропорционально сумме этого решения, которое они взыскать хотят, а, возможно, еще и больше. Но и опять же, то, что лондонский суд сможет принять подобное американское решение суда, я даже не сомневаюсь. Там другой вопрос займет, это две недели или полгода. Эдуард Суваляк, а на этих новостях депозитарные расписки ТСС-групп на лондонской бирже подешевели почти на 11%, а котировки группы Тиньков на Мосбирже рухнули более чем на 12%. ТСС-групп на лондонской бирже подешевели